День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемый радиошут. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас на прямой связи посредством Зума экономист Сергей Губин. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот война внесла коррективы и в экономическую ситуацию. Коррективы это мягко сказано. Ну, понятно, что вся Европа или все жители Европейского Союза, по крайней мере, страдают от роста цен, в том числе на горючее. Это по цепочке ведет к повышению цен на все остальное. Ну, мы, конечно, сегодня сосредоточимся больше на Латвии, и мы видим, тут еще и выборы, но и мы видим, что определенный какой-то вот хаос внутри правящей коалиции, внутри правительства. С одной стороны, вроде политики понимают, что нельзя не помогать населению, и еще придется помогать, видимо, в свете вот этого отопительного сезона, следующее, с одной стороны. С другой стороны, ну вот с финансами так, как есть. Очень много средств было истрачено, в том числе, как кто-то называет, такие вертолетные деньги для поддержки семьи с детьми и пенсионерам. И вот сейчас вот правительство не знает, каким образом помочь так, ну, чтобы еще больше не влезть в долги. Ну, звучат идеи там на месяц раньше, кто-то уже говорит, даже на 2-3 месяца провести индексацию. Все остальное обещает уже, что символично после выборов. Сергей, как вы все это оцениваете? Действительно, есть ли какие-то возможности провести более, не знаю, эффективную политику поддержки населения и стимулирования экономики? Начнем с того, что поддержка населения необходима. Это даже не вопрос, нужна ли или не нужна. Вопрос, как. Да. К счастью, ну или, к сожалению, так получилось, у нас есть двухгодичный опыт ковида и времени, когда произошел такой слом мышления в Министерстве финансов, что до этого, до ковида, если помните, с большим-большим скрипом распределялись какие-то деньги на какую-то помощь. Вообще даже мысли, в начале вообще мысли про это было. Была идея затянуть ремни, как это было 10 лет назад, и вот попытаться выжить. Но вот благодаря, ну в кавычках, не знаю, ковиду, Латвия, правительство научилось делиться деньгами. Вопрос, как это правильно сделать, сложный на самом деле. Есть всякого рода варианты. Наверное, это правительство, это пойдет по проторенной дорожке увеличения долга государственного. То есть мы еще больше займем денег, и эти деньги распределим среди нуждающихся. Ну, это в лучшем случае идея такая. Что-то другое, например, увеличить налоги, мне кажется, не пройдет совсем. Есть альтернативная возможность, которую мало кто про это говорит. Увеличение пенсии путем, например, пенсии путем изменения пенсионной системы. Кстати. Ну, Вячеслав Домбровский про это время от времени пишет, но это как-то так проходит мимо. Хотя это, в принципе, идея неплохая, если, я бы сказал, жизнеспособная. Да, да, жизнеспособная, потому что, ну, это долгий разговор, мы можем увязнуть. Это отдельная тема пенсии вообще в Латвии. Но если посмотреть за границу, например, даже Эстония недавно провела такую реформу, и деньги из второго пенсионного уровня пришли в карман людей или в первый пенсионный, ну, там сложно. Но результатом оказалось именно, что вот увеличение денег на руках у людей. Что, в общем-то, возможно, про это стоит подумать, по крайней мере. Вот. Не знаю, сможет ли эта правящая коалиция вот в таком составе что-то такое вот сделать. Может быть, надо смотреть, что будет после выборов, какая будет расстановка сил там. Вот. Но то, что нужно будет деньги давать, особенно в свете нового отопительного сезона, который, к сожалению, у нас достаточно быстро начинается, если так посмотреть, у нас там 8 месяцев в году отопления. По существу, да. Вот мы только, вот сейчас, я так понимаю, если мы говорим централизованно в Риге, только сейчас под занавес апреля выключается, да, и уже фактически в октябре надо включать. Это уже в сентябре, на самом деле, уже некоторые, ну, да, в октябре. Так что нужно думать заранее, да, это правда. Но то, что происходит сейчас, ну, это невозможно представить себе, что политики, да вообще запрос в обществе есть на поддержку, но это невозможно. Так резко увеличить цены и при этом сказать, что каждый сам по себе. Ну, вот здесь еще есть такой момент, ведь разные страны подошли, простите, за такую тавтологию, по-разному вот к этому энергетическому кризису, да. Мы понимаем, что когда возрастают там цены на отопление, тарифы на отопление, допустим, не знаю, в Германии, да, это одна история с их заработными платами, да, и с их накоплениями в том числе, когда, как предупредили представители Рига Сиутумс, уже в следующем отопительном сезоне за однокомнатную квартиру при самом худшем, конечно, сценарии, может быть, 200-250 евро только за отопление. Это значит, однушка будет стоить где-то порядка 400 евро, но с нашими явно не немецкими зарплатами мне даже тяжело представить, как люди это все будут платить. Это будет фактически просто тотальный кризис неплатежей, потому что семья в трехкомнатной квартире с детьми, 600-700 евро просто это будет для них неподъемная сумма. Да, еще раз повторю, нет вопроса, нужно ли помогать или не нужно. Помощь должна быть, и это, ну, политики, я думаю, знают, и общество будет, странно будет себя вести. Вы упомянули депутата Вячеслава Домбровского, мы еще к нему вернемся, потому что он на днях, выступая по латвийскому телевидению, такой напомнил термин, он экономический, но очень важный, стагфляция, то есть мы приближаемся вот к такой стагфляции, об этом чуточку попозже, наверное, поговорим, но вот я хотел бы еще несколько слов спросить о санкциях. Понятно, что есть санкции, мы понимаем, почему, за что и как, это все понятно, да, есть санкции Европейского Союза, есть санкции Соединенных Штатов, Латвия пытается даже еще параллельно вводить свои санкции, но в связи с этим возникают тоже дискуссии, отдельные политики говорят о том, что все понятно, что нужно реагировать на эту агрессию, все это ясно, но есть разные санкции, когда мы говорим, что нужно там, не знаю, многие политики говорят, что нужно вводить эмбарго на нефть, на нефтепродукты и на газ, это понятно, потому что это основные доходы Российской Федерации, на которые, как многие считают, закупается вооружение, но есть какие-то санкции, которые не столько вредят России, если такое слово вредят, можно употребить, сколько самим странам Европейского Союза, но вот мы видим сейчас эту историю, вот этот амманьяк, непонятно, что с ним будет, в Энспилсе, в Энспилсе амманьяк, кто вообще будет принимать эти грузы, потому что предприятие тоже оказалось под санкциями, потом минеральные удобрения, которые нужны и нашим крестьянам, и уже кто-то говорит, что будет голод во многих странах, не кажется ли вам, что нужен какой-то более дифференцированный подход при общей, естественно, санкционной политике как-то действовать так, чтобы не себе по ногам стрелять, или это невозможно? Да, я понимаю, о чем вы говорите, это правильно все, да, но мне кажется, это невозможно, это такая плохая новость, с моей стороны, конечно, но, понимаете, если мы начнем вот вопрос дифференциации, давайте, вот этим можно, а этим чуть меньше, а этим вот нам действительно надо, а этим надо чуть-чуть, это же только, вот представьте, да, это только Латвия такие вопросы задает, а если начнут задавать все остальные страны Европы, то в какой-то момент, ну, мы просто потонем в этих бюрократических процедурах, и в итоге, ну, санкций вообще не будет, в принципе, или они будут такие, очень странные. Да, еще раз, с теоретической точки зрения, да, хотелось бы больше дифференциации, с практической точки зрения, когда идет война, и вот тут прям, вот, прям сейчас вот. Я просто имею в виду, что есть какие-то активы, ну, замороженные, или там деятельность приостановлена, может, стратегически, может быть, стоит государству подумать, как уже во многих странах об этом говорят, и принять этот актив, ну, я имею в виду, чтобы хоть какая-то с него была польза, потому что сейчас же все говорят, а что дальше делать? Ну, заморозили активы, ну, и дальше что? Возможно, возможно, но конкретно в Латвии вот эти замороженные активы чаще всего это активы фирм, компаний, которые работают с Россией, Белоруссией. Если, ну, предположим, такой сценарий, что, да, мы действительно берем и как-то начинаем управлять, государство начинает управлять этими активами, то вопрос бизнес-моделя, собственно, что этот Венспелс-Аммоньяк будет делать без грузов из России и Белоруссии. Не факт, что он жизнеспособен, жизнеспособна эта фирма. То есть тогда нужно больше помогать переориентаться на другие рынки бизнесу, да, так сказать, ну, это вообще в целом? Возможно, возможно, но насколько это, ну, вот, действительно, ну, есть компетенции некоторые, знаете, все-таки вопрос, насколько в государственном управлении есть компетенции, как там работа с вот такими специфическими бизнесами, как то, что вы упомянули. Я не знаю, я не уверен, что это вот очень... В случае Латвии это очень сильно поможет, что мы вот возьмем частную фирму, и страна начнет заниматься вот бизнес-решениями какими-то переориентационно. И главное, очень быстро, ну, то есть прямо, мы говорим прямо сейчас, потому что война сейчас... Если мы чуть-чуть посмотрим на экономику в долгосрочном порядке, в периоде, конечно, очень тяжело себя что-то прогнозировать, мы даже не знаем, когда закончится война и чем это закончится. Ну, я понимаю, что каким-то мирным соглашением, но какая будет конфигурация, мы не знаем. Можно ли сказать, что вот этот кризис, ну, такой вот цепочек поставок, логистический кризис, экономический, тарифный, какой хотите, он, в принципе, надолго, что это даже когда закончится война, что так быстро вот эти ничего не восстановится? Да, это хороший вопрос. Я вот сам постоянно думаю, надолго ли это... Надолго ли железный занавес, да? Да, ну, железный занавес, смотрите, нет, немножко разное. Я думаю, что железный занавес все-таки надолго. Ну, может быть, он будет с такими дырочками, там уже будет как-то проходить мимо. Но это один момент. Второй момент – это вот эта экономическая ситуация. Ну, если не кризис, то вот это трудные времена, насколько они долго. Тут, мне кажется, все-таки, все-таки, ну, основываясь на истории, на том, что я знаю в экономике, ну, мы все-таки живем в капитализме. И вот такая вот особенность капитализма, что у фирм, у компаний, у предпринимателей есть мотив, мотивация, ну, решить свои проблемы доступа к ресурсам, связям с другими фирмами как можно быстрее, чтобы получать как можно быстрее прибыль. И, соответственно, ну, то есть, что я хочу сказать. Вот эта ситуация сейчас, она в первую очередь из-за того, что поломались связи между фирмами и компаниями. Именно. Потому что люди работали, работали, все вроде хорошо, что-то из России шло, что-то они тут здесь делали, продавали на Запад. И вот вдруг из России теперь ничего не идет. Какой-то материал, не знаю, металл или тут же газ. Нужна переориентация. Это сложно. Но это вот часть, ну, капитализма, действительно, системы нашей, что есть мотивация найти новые способы бизнес-моделей. Вы тут абсолютно правы, потому что есть еще какая-то сложность, которую мы с вами, я думаю, все понимаем. Когда санкционировали, если так можно сказать, Иран, ну, всем было понятно, что все-таки, несмотря на то, что это не совсем маленькая страна, но все-таки это Иран, со своими особенностями, ее, если так можно выразиться, было легко санкционировать. Когда мы санкционируем одну шестую часть суши, и не только, с ее логистическими связями, с ее связями со всем бывшим союзом, железными дорогами, наверное, это сложно. И когда сейчас многие представители транзитного бизнеса говорят, ну, у нас еще есть китайские грузы, будем пытаться, Казахстан, это все замечательно, но мы не граничим ни с одной, ни с другой стороны. То есть это вот, наверное, в чем сложность, кроме всего прочего, да? Да, 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 совершенно верно. Такого типа санкций, чтобы вот так на большую такую страну, на такую развитую страну, достаточно богатую, ну, так, с мировым масштабом, это такое беспрецедентное, и вот, конечно, это все сложно. Плюс это все накладывается напослед на постковидный период, который, ну, если вы помните, даже до войны были прогнозы о том, что, возможно, вот увеличение цены на товары некоторые, потому что цепочки разорваны, Китай еще там, ковид вроде идет, вот Шанхай закрыт, порт Шанхая в том числе. Соответственно, вот эта вот постковидная ситуация, которая потихоньку решалась, и было видно, как бы, свет в конце туннеля, на это наложилась, к сожалению, вот эта ситуация на востоке и юге Украины. Ну, и да, и это, конечно, сильно подпортило нам все. Вот. Ну, не говорит ли это еще о том, понятно, что никто не прогнозировал такое развитие событий, но ведь и без войны были же у нас, мы видим структурные проблемы в экономике, о чем много говорили, там, не знаю, что надо развивать какие-то разные варианты, альтернативные, ну, если так можно сказать, привлечение средств, там, не знаю, экспорт, образование, не знаю, инновации, да, ничего ведь это не было сделано, то есть мы свои домашние задания, и без ковида, и с ковидом ничего же не было сделано. Это правильно, да, ну, совершенно верно, ну, то есть вот эти все ковиды и война ничего не отменяют того, что нужно сделать внутри страны, а это, да, ну, и, ой, извините, поэтому результат, что мы отстаем от Эстонии, от Литвы, ВВП на душу населения, там, гораздо выше, и зарплаты там гораздо выше. Конечно, вот интересно, сейчас идут дискуссии в коалиции, понятно, что ни о чем пока не договорились, видимо, вообще не хотят до выборов о чем-либо договариваться, о повышении минимальной заработной платы, да, и мы говорим о тех цифрах, которые в Литве, в Эстонии уже все давно это есть, а мы сейчас говорим, ну, 640, а может быть, 700, но здесь, вы понимаете, во-первых, при таких ценах уже 640 не спасает семью, у которых два человека работают на минималку, это один момент, во-вторых, я думаю, что чиновники иногда забывают, что кто должен эти деньги платить, мы понимаем, что на госслужбе эти деньги заплатят, у них там зарплата намного выше, чем это, 640 евро, да, но частные компании, для них это имеет рекомендательный характер, если компания не в состоянии заплатить всем работникам по 700 евро, а что тогда? Это ведь как бы просто благое пожелание. Да-да, совершенно верно, поэтому надо очень аккуратно с этим вопросом относиться, ну, надо считать, может ли экономика себе позволить, при каких обстоятельствах, да. Вот интересно, вот тот термин, о котором депутат Номбровский говорил, это стагфляция, это когда фактически, ну, останавливается, как бы, вот, ну, производство, да, то есть экономика не растет, а цены растут, да, ведь зачастую бывает так, что экономика растет, у людей повышается заработная плата, возрастает спрос, в ответ на это, ну, как мы знаем из теории экономики, растет потребление и цены, да. Здесь может оказаться такая ситуация, что экономика не растет, вот нам Международный валютный фонд прогнозирует 1%, но это так, очень слабенький рост практически, почти остановка экономического роста, и цены идут наверх, то есть это такой очень тревожный симптом на самом деле. Да, что тут скажешь, Дань, да-да-да-да, действительно тревожный симптом. Ну, природа, инфляция, как вы заметили, она может быть разной, иногда печатают деньги, просто печатают, всем раздают, и вот прям такое происходит. Что-то похожее вот сейчас происходит в Турции, например. Эрдоган-то что-то такое не то сделал. Очень-очень-очень большой рост цены. Может быть такой бум, когда вот, как у нас было, сколько там, 15 лет назад, когда мы, вот, все же в ожидании того, что у нас цены будут еще больше расти, у всех будет еще больше зарплат, еще больше кредитов набрать, и больше квартир купить, чтобы такое было. Вот, но тогда, при таких обстоятельствах, также и безработица очень-очень маленькая, все заняты, вот такой вот перегрев экономики, что называется. У нас очень специфическая инфляция. Природа этой инфляции, она такая древняя, я бы сказал, когда вот просто нету товаров и услуг. Ну, вот такая, просто отменили Россию, отменили, ну, и Украину, и Белоруссию, и вот оказалось, что надо чем-то заменить. И заменить вот так вот сразу за неделю, за две эти товары и услуги невозможно. Нужно перестроиться. Капитализм, еще раз говорю, в капитализме есть мотив, который позволяет надеяться, что, ну, через год, я думаю, более-менее вот эти поставки, связь между фирмами наладится, и фирмы, которые что-то производят, начнут еще больше производить. А те фирмы, которые потребляют то, что там производится, найдут эти фирмы, и вот эти сложатся пазл, и тогда, ну, инфляция закончится. То есть, все-таки, все-таки, мне кажется, на данный момент инфляция, да, она есть, конечно, разумеется, но она, я думаю, что в течение года, и так же говорит, кстати говоря, Банк Латвии, так же говорят экономисты из коммерческих банков, я думаю, инфляция сильно снизится и придет более-менее в норму в течение года. Это мой такой прогноз. Вот тоже такой вопрос. Не хочется, может быть, уходить в политику, но без этого не обойтись. Ну, вот у нас в октябре выборы остается уже пять месяцев. Очень стремительно время идет. Вот хорошо, ладно, те партии, которые там не представлены в парламенте или которые находятся в оппозиции, это одна история. У них руки в какой-то степени развязаны. И, понятно, и с точки зрения критики правящей коалиции, и с точки зрения тех или иных обещаний, поскольку они еще не были у власти. Что касается вот правящих партий, но ведь мало просто идти на выборы под лозунгом с осуждением России. Ну, нет таких партий сегодня в парламенте, которые бы не выступили с осуждением. Даже, ну, вот мы, я пока не вижу, да, так сказать. Может быть, один, второй какой-нибудь там независимый депутат что-то там не поддержал. Но я бы сказал, 99% парламента высказались. То есть тут никакой новизны нет. Ведь нужно что-то предлагать народу. Вот как вам это видится? Я думаю, что сильная сторона правящей коалиции, это так вот странно сказано, но действительно сильная сторона правящей коалиции, это ее вот стабильность. Это обещание стабильности. Безопасности в некотором смысле. То есть они говорят, вот мы были, мы прошли через ковид, плюс-минус. Вот сейчас идет война. Не надо менять на новые неизвестные лица. Не надо доверять каким-то новым людям, тем популистам. Идите с нами, потому что мы вот тут уже есть. И вы знаете, на что мы способны, что мы делаем, что мы не делаем. И в ситуации такой кризиса, такого даже военного кризиса, соседняя страна воюет. Ну, есть такой психологический момент, что люди, да, они гравитируют к стабильности, вот к проверенным ценностям в кавычках. И, возможно, это то, на что надеются правящие партии сейчас. Да. Вот еще такой вопрос, который не могу не задать. Он, понятно, что не связан с экономикой, он связан с гражданской позицией. И, если я не ошибаюсь, у вас, по-моему, на Фейсбуке было ваше мнение, почему вы все-таки пришли на этот митинг, так можно его назвать, русский голос против войны. В связи с этим, безотносительно каким-то там фамилиям или персонажам, которые пришли и не пришли, есть разные мнения. Я сейчас не буду говорить про мнение, которое, не знаю, нашего восточного соседа поддерживает. Не об этом. Есть люди, которые тоже осуждают войну, но они считают, что им не нужно участвовать в таких акциях не потому, что они там против войны, а потому что, вроде бы, получается, что какая-то категория населения, ну, не знаю, там русские, там были не только русские, как Мадаган, русскоязычные или люди русской культуры или не латыши, называйте, как хотите, что они, вроде бы, как-то уже в чем-то виноваты, и им нужно прийти и засвидетельствовать, что они ни в чем не виноваты. Ведь мы знаем, что есть отдельные политики, которые пытаются на русских возложить какую-то, не знаю, коллективную ответственность за что-то. Вот как вы восприняли, почему вам надо туда пойти, и что вы говорили тем, которые сказали, что я с тобой солидарен, но не пойду вот по этим причинам? Нет, нет, я совершенно не согласен с этим. То есть это какие-то додумывания. Ну, то есть, да, конечно, такой аргумент возможен, но давайте так. Лично я пошел на этот митинг, потому что я против войны. Я хочу, чтобы это безобразие, это преступление остановилось как можно быстрее. И хочу это высказать, в том числе физически. Я это говорю на Фейсбуке, вот просто говорю, я там финансово могу помочь беженцам, например, там, заедут точка ЛВ. Ну и вот хочу физически, так сказать, высказать свою позицию. Просто там постоять среди тех же, таких же людей, как я, грубо говоря. Вот и все. Если кому-то кажется, что ему не нравится, ему неудобно, ему не нравятся персонажи, ради бога. Никто же не заставляет никуда ходить. Нет, мне кажется, это совершенно добровольное мероприятие. Не надо считать, что это какая-то повинность, что мы кому-то что-то должны. Я лично никому ничего не должен. Я абсолютно не чувствую, что мне надо кому-то что-то доказывать. Вот я, нет, совершенно, вообще не согласен. Нет, никому ничего не должен. Это просто моя позиция, и я ее хочу высказать. Вот. Да, вот тогда такой вопрос хотел задать. Как вам кажется? Я понимаю, что впереди выборы будет новое правительство, новая правящая коалиция. Мы сейчас не будем спекулировать о том, будет ли она такой же, похожей по конфигурации. Ну, что сейчас, так сказать, это понятно. Воду в ступе столочек, да? Но ведь пока, мне кажется, что некоторые, ну, те, кто находятся у власти, я так буду дипломатически говорить, ну, ничего не сделали для консолидации общества, да? Ну, может быть, они довольны тем, что многие русскоязычные, и все ими в том числе, высказались против войны, с осуждением. Ну, пока мы не видим каких-то встречных шагов. Я недалек от мысли, что они должны там кого-то, не знаю, расцеловать или еще что-то, да? Но мы видим какие-то такие вот странные шаги. А вот давайте мы теперь там переведем все школы на латышский язык и сплатим общество. Давайте мы там памятник снесем, чтобы пыль стояла и общество станет еще более сплоченным, да? Вот какие-то все действия, я сейчас не хочу даже по поводу памяти, как говорит, но вообще какие-то все действия, которые, ну, не похожи на то, что власть хочет действовать как-то иначе, чем она действовала до сих пор. Наоборот, есть желание почему-то кому-то отомстить за Путина. Да, я с вами в некотором смысле согласен, действительно. Ну, слушайте, сплочение общества это такой очень размытый термин. И разные люди подразумевают очень-очень разные вещи по этому поводу. То есть все то, что у нас тут происходило в Латвии последние 30 лет, ну, как бы сложно отменить или как-то вот, собственно, прямо перенастроиться из-за войны за два месяца. Так что, а существуют все те же самые силы внутри общества. Ну, то есть общество же, оно же разнородное. Есть все так же националисты, есть все так же и более европейские мыслищие. Что еще раз? Ничего не поменялось в этом смысле, да? Да-да, в этом смысле ничего не поменялось. Больше акцентировались, как-то больше стала, ну, выпуклость в некотором смысле. То есть вот эти националисты, ну, они, как бы, да, на свой конек сели снова, особенно к выборам. Ну, слушайте, это нам знакомо. Очень. Это почти каждые, каждые четыре года происходит. В общем-то, уже даже не надо удивляться, что вот они так говорят, ну, это прям вот их, вот их работа такая. То есть они так всегда делают. Но есть другие силы, на самом деле. Ну, то есть, нет, есть партии в коалиции, которые более аккуратные, сдержанные, более, ну, европейские, европейские мыслищие, которые, ну, пытаются как-то охладить пыл этих националистов. Там внутри коалиции, она тоже не разнородная. Конечно. Разнородная. Конечно. То есть, поэтому, ну, вы правильно сказали, да, ну, не стоит ожидать каких-то вот прям действий а-ля, там, я не знаю, там, всех... Да уж бы народов. ...стались гражданами, или русские школы, там, до 12 класса. Нет, к сожалению, это все продолжается, но выборы, да, они могут поменять. Чем хороши выборы, ну, и мне кажется, они важны, на самом деле, что выборы могут поменять, этот баланс сил внутри коалиции будет более разумная, так сказать, или будет менее на разумное, более националистическое. Это, ну, посмотрим. Да, ну, вот в завершении хотелось бы о том, с чего мы, в принципе, начали. Вот мы говорили об экономике, но ведь понятно, что правительство не может повлиять на войну, на вообще, понятно, на санкционную политику, это все ясно. Что касается того, на что она может повлиять, ну, к примеру, может быть, можно было опять либерализовать всю эту историю с налоговым режимом микропредприятий, в конце концов, дать возможность тем, где там есть семейное предприятие, 2-3 человека. Главное, чтобы люди, не обращаясь за пособием, сами себя, что называется, кормили, содержали. Ну, это как вариант. Может быть, уменьшить эту всю бюрократию, которая у нас вот бесконечная, упростить налоговую систему, ну, что-то дать, как бы, возможность людям самим зарабатывать и активизировать вот этот мелкий бизнес. Ну, это всегда, наверное, в кризис важно. Да, вы на мозоли просто наступаете, да, 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 все действительно так и есть, но сейчас у меня такое ощущение, что в государственном управлении, ну, не хватает компетенции и не хватает просто мощностей для такого рода реформ и изменений, особенно сейчас, когда вот весь фокус и внимания на вот прям войну, на санкции, на вот поддержку, вот газ, да, и вот разговоры, то есть министр, грубо говоря, кто это все должен делать, ну, если так по-простому, да, министерство экономики, например, министерство финансов, но они все заняты там сейчас вот поиском решения газовой проблемы, что она более насущна. Естественно, вот все эти вопросы про налогообложение, они, мне кажется, у меня такое впечатление, немножко на второй план, ну, вот, наверное, так можно объяснить отсутствие каких-то изменений. Да, наверное, вы правы. Может быть, такой последний вопрос, ваши ощущения, это понятно, не столько как экономиста, может быть, просто как гражданин Латвии, ваше ощущение вообще, в октябре будет вообще более-менее приличная явка, я почему спрашиваю, мы видим, что от выборов к Круэллорам, к сожалению, активность избирателей все снижается и снижается, помните, внеочередные выборы, казалось бы, в Библиотеческую Думу, там у них участвовало, там около 40% рижан, имеющих право голоса, ну, что это такое? Выборы самоуправления в прошлом году 30% явки, да, сейчас вот помните, в Германии до дискуссии, как мало участвовал во втором туре, 63 с копейками процента участвовал во втором туре, ну, для нас это вообще немыслимые уже показатели, в первом туре участвовал во Франции 74%, ну, у нас такое было только в 90-е годы, да, ну, что-то ведь тоже надо с этим делать, говорит о том, что люди устали, не верят в политику, не верят в политической системе, здесь тоже какой-то кризис намечается, по-моему. Ох, намечается, ну, да. Уже есть, наверное, наметился, да. Да, да, скорее в нем, но, вот вы знаете, так и мои ощущения, ну, тут уж совсем прям, я же все-таки не политолог, но мои ощущения, что нет, явка все-таки будет чуть больше, потому что ситуация изменилась, ситуация более острая, а есть такая корреляция, что когда, понимаете, когда все хорошо, когда или наоборот все серо и плохо, и вроде как ничего поменять нельзя, люди, ну, неактивны, а когда вот ситуация, как у нас сейчас, то, возможно, все-таки люди придут. Не знаю, все ли, ну, то есть, опять же, говорим о латышской аудитории и русскоязычной аудитории, возможно, что, мне почему-то кажется, ну, грубо говоря, латыши придут, и в достаточно большом количестве. Ну, что ж. Потому что, потому что все-таки, ну, война, вот это вот, показать отношение к войне, к тому, как надо ее вести, более жестко, риторику, менее жестко, более прагматично, менее, это важный момент, мне кажется, там будет так серьезно. Насчет русскоязычной аудитории вас не знаю. Я тоже думаю, что этот фактор пойдет тут. Ну, этот фактор, он сыграет свою роль. то, что главная партия русскоязычных согласия, ну, не знаю, на мой взгляд, все еще в таком странном состоянии, и, по-моему, особо ничего не поменялось за последний год. Возможно, у них, да, люди останутся. Ну, Русский Союз, Латвия, я не знаю. Но, мне кажется, в целом, явка будет выше, чем раньше. Ну, что ж, хоть какой-то оптимизм под завершением нашего разговора. Что делать? Все будем надеяться, что ужас, да, на континенте нашем закончится. Сергей Губин был в прямом эфире, экономист. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова